11 сентября на пульт оперативной дежурной смены пожароспасательной службы Северского трубного завода поступило сообщение о том, что в районе нерегулируемого железнодорожного переезда произошло дорожно-транспортное происшествие, при котором водитель одного из автомобилей оказался зажатым в кабине. Необходима помощь спасателей для его деблокирования. Так звучала фабула тренировки по ликвидации последствий ДТП для полицких спасателей. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Они оградили зону аварии и регулировали движение. А буквально через минуту прибыли сотрудники пожароспасательной службы Северского трубного завода. Спасатели, используя гидравлические инструменты, в считанные минуты разрезали кузов автомашины, чтобы спасти заблокированного там водителя легковушки. У нас на вооружении стоит автомобиль первой помощи, который укомплектован гидравлическим инструментом различным для проведения комплекса мероприятий по деблокированию, по поднятию, по срезанию крыши, если это необходимо. То есть пожарно-спасательная служба обеспечена всем необходимым для того, чтобы эффективно работать при ликвидации дорожно-транспортных происшествий. И для тушения в последующем, если возгорание будет. А вот к месту ДТП спешит и карета скорой помощи, опережает врачей автомобиль огнеборцев 64-й пожарной части. Пожарные здесь как нельзя кстати. В кабине ЗИЛа открытое пламя. Возгорание автомобиля было быстро ликвидировано. Начальник 64-й пожароспасательной части Леонид Девяшин отметил, что совместные учения проводятся для повышения профессиональных навыков и отработки вопросов взаимодействия всех задействованных при ликвидации дорожно-транспортного происшествия структур. Мы исторически так сложилось взаимодействуем с пожарно-спасательной службой Северского трубного завода. Наше подразделение дислоцируется в южной части города, пожарно-спасательная служба в северной части. Поэтому у нас есть негласное правило, кто первый прибыл. Основная задача это спасение людей. То есть вторичные факторы, это воспламенение автомобиля, либо разлитие химически опасных веществ, это уже подоспешившие вторые силы помогают, ликвидируют вторичные факторы. Все взаимодействующие службы работали слаженно, четко и, что самое важное, быстро. Спасатели оказали всю необходимую помощь пострадавшему. В ходе учений были отработаны приемы по деблокированию пострадавшего из автомобиля. Чтобы спасти водителя огнеборцам, необходимо было разрезать двери транспортного средства. Слаженное и четкое взаимодействие всех задействованных в учениях служб показало, что грамотная совместная работа поможет в спасении ни одной жизни. Был год, когда мы 15 раз выезжали на дорожно-транспортное происшествие. Совместно с Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения и при взаимодействии с 64-й пожарно-спасательной частью. В этом году, наверное, к счастью, дорожно-транспортных происшествий было всего три. И без крупных последствий. Общая оценка действий всех экстренных служб была дана положительная. Все задействованные в сегодняшней тренировке службы показали готовность к реагированию на подобные сложные ситуации, которые могут возникать на полевских дорогах. Ксения Балденкова, Константин Миронов. Новости. Твой день.